приветствую всех любителей искусства вышивки крестом на своем канале сегодня дорогие мои настал тот день выходной у меня и наконец-то я решила с организовать свой ой извините пожалуйста ну вот видите рэмбо ну куда ты лезешь полосатый леопард лезет другому леопарду извините пожалуйста я чувствую вот так его беру извините прошу ну вот значит начнем осталось настал тот день когда я решила организовать свой процесс в работе кима и кимарущий или дремлющий леопард от компании реолис вышиваться будет это шерстяными нитками на конве номер 10 бежевого цвета так вот покажу вам уже канва у меня натянута на мои куснапы уже начала я размечать ее вот ну картина конечно будет очень большая ну как очень 60 на 60 я думаю тоже не маленькая вот такая схема мне очень нравится схема на самом деле что тут не полная зашивка она пойдет я думаю быстро тут еще вот кусочек схемы так посмотрим посмотрим сколько тут у нас еще ну вот еще такой вот кусочек вот так вот это лапа будет висеть вот такая вот эта схема мне нравится очень эта картина такой этот леопард прямо ох не могу здесь как всегда все отмечено все объяснено как вышивать на трех языках показано вот как крестики исполнять они даже не на трех раз два три четыре на шести языках ну и вообще супер цвета вот показаны что насчет цветов девочки я конечно не очень привередливый человек просто мне не очень понравилось что нитки вот в такой вот куча были сбросаны вот в эту сумочку до в набор значит так органайзер как бы есть вот и цвета отмечены тут вот один два три четыре как и там но мне не понравилось что я теперь должна сама значит брать нитки вот коричневая как это коричневая еще коричневый и различать какой же это коричневый во первых я уже перемотала вот одну одну вот этот один кулечек ниток на бобинку отметила что это номер один вот если тут вот видно но во первых перематывалась очень сложно эти ниточки путались шерсть это так махрилась очень сильно ну вот и ни один моточек перемотать заняло 40 минут так вот эту кучу перемотать ну не знаю ну как-то буду наверное но точно может не за один день я не знаю как не удастся но говорю мне не понравилось то что пронумерованы цвета и я должна отыскивать вот допустим есть цвет да вот такой вот это этот цвет вот номер 6 или номер 11 я должна теперь вот обязательно вот высматривать выискивать и распределять это реально можно ошибиться вот когда как бы можно конечно по одной по одному кулечку наверное намотать но я не могу вот этот бардак вот этот вот вот это вот это какой-то абсурд мне вот так не нравится так вот это вот мой первый набор и чуть-чуть я как сказать недовольна такой организации поэтому я сейчас должна очень много время потратить во первых распределить цвета а во вторых намотать это все на бобиночке аккуратненько вот ну чуть-чуть вам тут пожаловалась но надеюсь как сказать при помощи ваших веселых видео я сейчас буду их смотреть и буду перематывать и когда уже все организую покажу вам плоды своего труда если можно так сказать ну все девчонки иду перематывать и смотреть ваши видео еще увидимся с вами ну вот я еще все работаю со своими ниточками вот уже три моточка я намотала и до чего же я была глупа понимаете я значит брала вот такой вот этот бобиночку да брал этот кулечек ниток его так разматывала и сидела и сидела и мотала нитки путались я их там обрезала вот как-то вот эти три моточка я уже буду там может довязывать можно давать давать как-то какие-то остаточки не знаю там они порезаны и перерезанные и насколько же было мое счастье предела не было когда я поняла что просто вот делаешь разматываешь моточек и просто его разрезаешь и ниточки шикарно все с ними хорошо понимаете вот сейчас секундочку я вам пытаюсь показать вот я сделала вот такой вот как вы видите все вот так вот размотала вот эту вот штучку кулечек и сейчас я его разрежу значит вот в этом месте где мои пальцы и палицы и вот здесь и тогда у меня получится вот такая аккуратненькая пасмачка вот так получится все у меня и я думаю что я сейчас если я один моточек исполняла в течение 40 минут то сейчас я это сделаю все моточки в течение 40 минут в общем я счастлива и скоро уже закончу снимать это видео с полностью думаю организованным своим процессом девчонка спасибо за внимание еще в этом видео мы увидимся процесс организации моего леопарда завершён наконец-то очень я рада значит так я вот как и говорила разрезала пасмачки вот так вот нацепила на органайзер dmc пронумеровала вот здесь под каждым номерочком я еще конечно же напишу нарису точнее символ вот второй органайзер вы знаете вот сейчас вот я чувствую удовольствие не такие мягенькие такие пушистенькие потому что когда перематывала на бобинку меня это все нервировало они так путались махрились аж прям меня трясло а сейчас я вот испытала такое вот туда они такие приятные кто вышивал реолис тот меня поймет о чем я говорю так и остаточки не так ну как остаточки тут еще целой заготовки я разложила вот так коробочку от dmc тоже и так аккуратненько будут у меня лежать ну вот такой мой завершенный труд и хоть я сегодня планировала вышивать котика но почему-то я так думаю что может быть даже я попробую вышивать леопарда вот все мои дорогие спасибо вам большое за внимание теперь уже буду знать как работать наборами от реолиса все всем хорошего дня творческих успехов и до скорых встреч пока